В процессе изучения английского языка вы наверняка много раз слышали словосочетание глагол-связка. А что это такое? Вообще, что он связывает? Почему он так называется? Не знаете ответы на эти вопросы? Тогда оставайтесь со мной. Я Анастасия, это канал Puzzle English. Поехали! Итак, глагол-связка связывает у нас предложение, подлежащее и информацию о нем. Чаще всего это может быть существительное, либо прилагательное, либо прилагательное существительное. И самое главное, что глагол-связка у нас, по сути, не выполняет никакого действия в предложении. Он описывает состояние предмета или лица. Давайте посмотрим, например. Я могу сказать I am a teacher. Я учитель. То есть я говорю, что я являюсь учителем. Я здесь действия никакого не выполняю. Я могу быть вообще безработной, но это моя профессия, мое образование. Я учитель. Мое состояние. И в то же время я могу сказать I work as a teacher. Я работаю учителем. Здесь уже у нас налицо действия. Я выполняю работу. Я подразумеваю то, что я встаю рано с утра. Ну, не рано. Иду к ученикам, обучаю их. Я выполняю действия. Так вот, здесь у нас глагол be в его форме am является глаголом-связкой, который у нас связывает подлежащее I с его определителем, да, в данном случае teacher. Да, я учитель. Да, вот учитель у нас как раз определяет слово я, I. Почему так важно вообще понимать разницу между глаголами-связками и обычными глаголами? Потому что, во-первых, у них есть некоторые грамматические различия. Мы не можем глаголы-связки употреблять во временах группы continuous, в то время как глаголы-действия мы спокойно можем, естественно. И также у нас после глаголов-связок, как я уже говорила, могут стоять, точнее, в основном стоят либо существительные, либо существительные с прилагательным, либо прилагательные. Потому что, смотрите, у вас могут спросить, как у вас дела? И вы хотите ответить, что у вас все хорошо, да? Я хорошо. По-английски это будет звучать вот так. I am fine. Я хорошо. В то время как на русский язык я перевожу это предложение с помощью наречия хорошо, в английском языке мы должны после глагола-связки поставить прилагательное fine. Здесь невозможно употребление наречия в данном случае. Вот. Но у нас есть такие глаголы, которые в зависимости от своего значения могут быть глаголами действия, а могут быть глаголами-связками. И сегодня мы как раз рассмотрим самые часто употребляемые из них. Давайте посмотрим на этот пример. Я переведу это предложение как Она не являлась, не выглядела, не казалась удивленной новостями. Здесь, в принципе, вот эти три глагола похожи по своему значению. Есть ли здесь действие в предложении? Нету. Мы описываем ее состояние. Она не была, по сути, удивленной новостями. Это ее состояние. Поэтому эти глаголы мы не можем употребить в группе continuous, во времени continuous. Только simple возможен. В данном случае у нас здесь прошедшее время. Даже если она была удивленной долгое время. Это невозможно. Но, к примеру, у глагола appear есть еще одно значение. Появляться. Куда-то приходить. Ну, появляться. К примеру, the sun was slowly appearing from behind clouds. Солнце медленно появлялось из-за туч. Медленно выходило из-за туч. Даже по-русски мы здесь скажем. Солнце совершало действие какое-то физическое уже. Мы даже можем его наблюдать. Соответственно, мы можем здесь, в данном значении, глагол appear употребить в continuous. В данном случае у нас здесь past continuous. Вот у нас глагол be и appear уже с окончанием ing. Далее у нас есть такой глагол grow, который в одном из своих значений переводится как становиться. То есть, по сути, это синоним глаголу become. Я могу сказать, когда я стану старой, когда я постарею, я хочу жить на юге. Опять же, здесь нет никакого действия. Я описываю свое состояние. То, что я поменяю свое состояние с молодой на старую. Вот, никакого действия я здесь не выполняю. Поэтому вы можете наблюдать, что после глагола grow стоит у нас прилагательное old, старое. Но здесь у нас в данном примере с русским эквивалентом совпадает. Но все равно, пожалуйста, помните. После глаголов связки прилагательное мы сдаем. И в другом своем значении grow может переводиться как расти. Это уже физическое действие. Увеличиваться в объемах. Children grow so quickly. Дети растут так быстро. Да, ну, они растут. Да, мы можем даже наблюдать процесс роста. Это уже физическое действие. Поэтому здесь, после глагола grow, мы можем употребить наречие quickly. Быстро. Далее есть глагол smell. В одном из своих значений он значит пахнуть. Например, вы хотите сказать, господи, как это вкусно, приятно пахнет. Oh, it smells nice. О, это пахнет приятно. Да, опять же, на русском языке вы можете заметить то, что я употребляю наречие приятно. В английском языке nice, прилагательное. И также smell не можем в этом значении употреблять в форме continuous. Но есть еще значение у этого глагола – нюхать. Да, здесь вы уже совершаете физическое действие. Вы вдыхаете запах. Соответственно, я могу поставить его в continuous. Почему нет? She was smelling the perfume for a long time. Она нюхала парфюм много времени. Да, долго. Долго она его нюхала. Was smelling в continuous у нас стоит. И последний глагол, который мы сегодня рассмотрим, это глагол turn, который в одном из своих значений переводится как поворачиваться. Да, опять же, совершать физическое действие. Повернуться. He was turning very slowly. Он поворачивался очень медленно. Опять же, можем поставить в continuous и можем дальше употребить наречие. Поворачивался как медленно. Но также этот же глагол в другом своем значении переводится как становиться. Это тоже синоним become. К примеру, he turned red. Он стал красным. Он покраснел. Опять же, мы описываем состояние человека. Да, он смутился и покраснел. Здесь вот физического действия никакого нет. Поэтому никакого continuous. И после turn мы ставим прилагательное red. Стал красным. Вот. Иногда, конечно, бывают случаи, когда вы можете засомневаться. Глагол это действие или глагол связка. Тогда, ребят, во-первых, вы можете посмотреть в словари. Хороший источник вам обязательно подскажет, в каких своих значениях эти глаголы являются глаголами связки, в каких глаголами действия. Вы можете увидеть в словаре такую пометку linking verb. Да, глагол связка. Или link verb иногда пишут. Все, если видите пометку рядом с каким-то значением этих глаголов, значит, в этом именно значении вы не можете там его употреблять, например, в continuous. Да, и должны построить фразу согласно правилам, которые мы рассмотрели сегодня. Либо есть еще такой лайфхак. Вы можете всегда глагол связку заменить на be, не потеряв смысл. Смотрите. He turned red. Он стал красным. Я могу сказать he was red. Он был красным. Да, ну, немножко смысл, конечно, значение меняется, но предложение имеет смысл. Да, он был красным. А если я вот здесь вот заменю was smelling на просто be, да, she was the perfume. Она была парфюмом. Да, уже смысл потерян. Значит, все, это глагол действия. Потренируйте обязательно эту тему, да, чтобы вот у вас разница уже прямо сформировалась в голове и вы не задумывались о том, когда вы говорите. Вы можете это сделать в упражнениях, которые мы для вас специально готовим. Переходите по ссылке под этим видео. Ну, а я вам желаю успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok